итак здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас понедельник 26 октября и давайте посмотрим с вами на графике евро и фунтов видим что европейская валюта продолжила торговаться в боковом коридоре спрос на него сохраняется несмотря на вышедшие данные по активности в еврозоне которые были опубликованы нас прошлую пятницу видим что европейская валюта сумела восстановить свои позиции но прежде всего на мой взгляд это связано с тем что замедление в сфере услуг было нивелировано за счет производственного сектора я думаю понятно что слабая активность сфере услуг напрямую связано с коронавирусом и это все-таки сезонный такой временный фактор который с уходом пандемии все-таки возобновит свою работу сектор этот и я думаю окажет более крупная поддержку экономики а то что производственная активность сохраняется на достаточно высоком уровне у германии она и вовсе продолжила расти это говорит о том что экономика все-таки находится в стабильном состоянии и продолжает функционировать несмотря на вероятность новой волны пандемии коронавируса это на мой взгляд придал уверенность европейской валюты и мы видим что образовался на уровне сопротивления 1864 выход за пределы которого и определить дальнейшее направление пара поэтому все внимание сегодня именно на этот диапазон закрепление выше будет сигналом на открытие длинных позиций и пойдем дальше мы уже на максимум 1915 и 1964 это ближайшие цели думаю покупателей на середину этой недели если мы вновь формируем ложный пробой на 1864 то это продажи но основной целью в таком случае будет уровень 1826 либо мы здесь формируем ложный пробой и продолжаем рост европейской валюты либо мы закрепляемся ниже этого диапазона и в таком случае возвращаемся к нижней границе бокового канала это 1792 откуда сегодня можно посмотреть длинные позиции сразу на наскок с коррекцией 15-20 пунктов внутри дня что касается фундаментальной статистики то в целом единственно обратить внимание можно на индикатор условий деловой среды от института эфио по германии экономических ожиданий текущей ситуации если этот показатель улучшится особенно в ожиданиях то можно ставить на дальнейшее укрепление европейской валюты так как это поддержит евро что касается британского фунта здесь мы видим некоторые попытки выбраться покупатели продолжат выстоящую тенденцию но она оказалась безуспешным все разговоры и все слухи о том что великобритания может пойти на уступки на какой-то компромисс в торговом соглашении так и остались разговорами на прошлой неделе что привело к дальнейшему снижению британского фунта посмотрим что будет сегодня на этой неделе состоится встреча очередная представителей есть и великобритании и любые конечно положительные новости придут к укреплению британского фунта поэтому покупки либо после закрепления выше уровня 3053 с возвратом на уровень 3120 обновлением 3174 либо в случае снижения фунта это покупки на отскок от 2977 при первом тесте я думаю будет коррекция в 15 20 пунктов в любом случае либо покупки на отскок уже от поддержки 29 19 всем удачи